сегодня у нас на ремонте sony next эта камера попала в воду и у нее появился глюк у нее белая карта горит sd карта типов его нет там на месте но и сейчас действительно нет мы еще вставим ее и увидим ответ что он ее не прочел то есть файл базы не найден создать требования поехали бы жалоба и на карту типа все окей так смотрим чем пишет рисует нам типа вроде как есть место для кадров а ну-ка посмотрим да уменьшается все читается с карты проблем нет а вот изображение здесь нет потому что матрица полностью засвечивается и чем она засвечивается непонятно сейчас мы вскроем эту сонечку и посмотрим что внутри в каком состоянии находится плата управления и шлейф матрицы открываем винты сбоку камеры теперь переходим сюда и откручиваем из нижней части винты которые крепятся на нижней панели поворачиваем сюда и здесь у нас находится один винт который мы тоже выкручиваем теперь поднимаем вспышку откручиваем вспышку и извлекаем весь модуль с поверхности фотоаппарата отсоединяя его таким образом от разъема который находится вот здесь винт тоже выкручиваем отсюда готово теперь извлекаем вот эту часть поднимаем крышку слегка в эту сторону выгребаем экран поднимаем купа кусочек пластика вывалился из места крепления ремня до трещина была вот еще один кусочек пластика хорошо примем к сведению вытаскиваем эту часть и дальше диагонально он должен выйти вот так все извлекли мы этот момент много грязи сейчас пока что смотрю в каком состоянии после этого нужно будет извлечь этот шлейф извлекаем шлейф на шлейфе как видим нет никаких следов окисления с обратной стороны есть небольшая рожавчина вот она и здесь есть снимаем заглушки ремня здесь должны быть винты вот они здесь здесь винты нужно открутить винты которые удерживают металлический каркас вот этой рамы откручиваем винты так поддеваем остатки пластика который рассыпался здесь и поднимем еще один винт его тоже убираем готово винт убран убираем металлический кронштейн так здесь у нас все эта часть может быть извлечена для начала вот этот уголок вытащим еще он фиксирует здесь детали после этого эта часть уже начинает двигаться переходим теперь вот сюда и отсюда мы извлекаем винты которые закрепляют металлическую раму сюда винта мы отсюда убираем теперь извлекаем вот этот винт затем вы извлекаем вот этот винт затем переворачиваем вот эту часть и наша задача отклеить вот эту ручку включаем фен греем там просто двухсторонний скотч готова вот и все отсоединили с этой стороны у нас находится крепление рамы их тоже откручиваем эти два они у нас держит вот эту раму готова ее мы тоже открутили теперь если аккуратно сдвинуть вот эту часть то мы увидим движение вот здесь она откручивается есть тоже спокойно все снимается внизу находится шлейф который находит идет на экран и вот здесь мы видим следы коррозии от воды соль разъела части платы ой части корпуса так смотрим здесь удастся сейчас вытащу нет не удается пока вытащить так так секундочку теперь нужно отсчелкнуть шлейф тут не видно и шлейф у нас здесь вот он видим что коррозии на нем нет здесь плата основная здесь следы сильных окислений здесь отсутствует часть деталей похоже соль вот здесь внимательно посмотрим задача осмотреть шлейф который идет от матрицы сюда и тут я вижу еще вот такой момент готова теперь нам понадобится здесь понадобится пинцет здесь мы извлечем шлейф за краем все шлейфы необходимо проверить потому что они могут быть тоже они тоже могут иметь окисление шлейфы мы начали иметь небольшой окисел на поверхности контактов это необходимо снять все вот здесь самый интересный момент здесь на поверхности микросхемы есть следы окислоконтактных площадок есть вероятность что контакт попросту нарушен нужно посмотреть что под микросхемой снимаем плату откручиваем винты поднимаем здесь нужно отпаять провода вот эти сначала нам понадобится паяльник готово переходим к снятию платы готова нижняя часть здесь у нас нижняя часть находится затвор и сам сама матрица не интересует конкретно шлейф и состояние под вот этой частью необходимо открутить медные медную часть и вообще лучше демонтировать матрицу для оценки ее состояния вот здесь пластиковая рама ее мы поднимаем и убираем в сторону она убирается вместе с микрофоном из нее вывалялся небольшое ушко нужно будет обратно поставить здесь у нас находится двигатель затвора и механизм взвода вот здесь находится крепление матрицы . раз два три тут находится 45 точки все эти точки крепят матрицу относительно рамы будем их извлекать после извлечения винтов матрицу можно приподнять аккуратно за шлейфы но сильно не переусердствуем осматриваем матрицу с обратной стороны видим что на матрице нет следов окисления как и на поверхности затвора здесь все чисто пока что все равно выбираем сторону а вот эту часть укладываем вот сюда берем лопатку аккуратно поддеваем по периметру осматриваем шлейфа как видим шлейф в отличном состоянии основной шлейф данных второй шлейф имеет небольшое окисление на поверхности это нужно устранить здесь снимаем раму откручиваем винты от рамы не нажимаем сильно потому что можно искривить поверхность контакта площадке винты извлечены снимаем плату управления так внимательно осматриваем процессор управления матрицы следов воды как видно нет шахты и шлейфов тоже нормальные собираем обратно шлейфы и матрица возвращены на историческую родину все зажато как нужно теперь переходим к тому что устанавливаем другие части на поверхность так сейчас перейдем к этой плате осмотрим состояние всех соединений какие здесь присутствуют а также почистим ее от окислов которые есть на поверхности более детальное исследование плата показала что есть на контактах окисление есть окисление на плате скорее всего есть окисление и на самих шарах что приводит к тому что матрица не может прочитаться центральным процессором вот также обнаружено сильное гниение гниение контактов вот в этой части для качественной работы конечно нужно заменить плату такое такую плату можно сейчас просто экспериментально помыть проверить про прогреть с флюсом проверить как она будет работать будет ли работать вообще